Ребята, всем привет-привет! С вами Татьяна Нагорнова, и сегодня я хочу снять просто такое быстрое для себя видео с макияжем, протестируем новиночки. Будет Vivienne Sabo, будет Faberlic, в общем, сегодня не такой уклон, будет на бюджетные бренды, но я думаю, от этого видео будет не менее интересно. Поэтому давайте начнем. Сегодня буду снимать на камеру телефона, потому что, ну, просто хочу так, во-первых, попробовать сделать, а во-вторых, аппарат мой не слишком светосильный, а сейчас уже как-то темноватенько. Поэтому, если вам интересно макияжные видео, интересно я, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, ну, а мы будем начинать. Итак, сегодняшнее видео макияжное. Хочу начать с аромата. Я тут заказала флакончик вот такой маленький, Фредерико Мали, Portrait of a Lady Woman. Давайте его попробуем. Это супердорогущий бренд, ну, там не все ароматы дорогие, но в целом это, мягко говоря, не бюджет. И что-то пока что мне вот этот Portrait of a Lady не сильно нравится, ну и хорошо, тем больше денег сэкономлю. Как всегда мне сложно так ноту уловить, но тут что-то такое розово-зеленое, то есть кусты, травки, муравки, розы, немножко деревяшки. Так-то интересный аромат, но явно не на лето, это скорее какая-то такая пасмурная холодная осень. И давайте, недолго думая, начинать с тональной основы. У меня от Фиберлик за 200 на минуточку 72 рубля. И до сих пор она есть на сайте по этой самой цене. У меня самый темный оттенок 66-62. Я сейчас заказала еще один, который посветлее. Очень уж мне понравилась эта тональная основа. Она, знаете, такая легенькая. Тут, в принципе, так и написано. Это C3 Balancing CC Foundation Anti-Bramish Daily Solution. То есть, как будто она должна еще и с прыщами бороться. Я, если честно, этого эффекта и не жду. Но очень уж мне нравится, как выглядит этот CC-крем на коже. Потому что он дает такое легкое покрытие. При этом я бы не сказала, что оно какое-то сильно матовое. Или наоборот, сильно сияющее. Ну, такое какое-то натуральное, наверное, свечение. Без экстра. Да, при этом, видите, мой розовый, просячий цвет лица. Эта тональная основа перекрыла легко. Но сказать, что она прям как-то гипер-пупер-мега замаскирует даже самые страшные прыщи. Такого сказать нельзя. Но оно-то как бы вам, наверное, не надо. Потому что для такой маскировки прыщей все-таки лучше использовать консилеры. Они понадежнее будут. Ну, а в целом кожа с ним выглядит очень красиво. Мне прям реально понравилось. Я после этой тоналочки как-то захотела больше узнать про этот бренд Фраберлик. Уже сделала еще один заказ. И мне даже, если честно, хочется сделать еще заказ. Потому что, как оказалось, ну, у них множество есть достойных вещей. Единственное, что меня смущает сейчас ситуация с Фраберликом, это то, что опять там какие-то санкции против владельцев Фраберлика вводят. Как бы, ну, на нас это тоже не сказалось. Вот такой финиш получился. Конечно же, не обращайте внимания на мои расширенные поры. Они у меня всегда такие. Бывают еще хуже даже. Вот. Поэтому для меня это вполне себе неплохое покрытие. Вот. Самый мой большой и яркий прыщик не перекрылась. Но цвет лица стал ровнее. И, ну, выглядит, если честно, вживую, как моя кожа, только лучше. Вот. Если у вас сухая кожа, то, в принципе, можно, наверное, на этом этапе остановиться. Но я, конечно же, припудрюсь пудрой от речи кабана. Почему бы и нет? Почему бы не совмещать продукты за 272 рубля с продуктами за 3200 рублей? Ну, вот так выглядит кожа после припудривания. Офигительная просто. Вот эта пудра очень мелкодисперсная. Дает такой небольшой блюр лицу. Выглядит очень натурально. Не знаю, пахнет прекрасно. Мне она безумно нравится. То есть, с ней лицо не выглядит неперепудренным. И вживую прям просто. Волшебно, великолепно. Люблю, обожаю вообще эти две штучки. Что Dolce & Gabbana, что Superlake. Прямо меня удивили, если честно. Молодцы. Так, теперь переходим к бровям. Я тут была просто магнит косметики. Поэтому сегодня у нас будет еще множество других всяких штучек бюджетных из косметики. И просто, я не знаю почему, схватила я там вот такой карандаш для бровей, у которого на одной стране есть карандаш. У меня в оттенке, естественно, самым светлым. А на другой стране хайлайтер. Вот за всю жизнь из формата вот таких двойных карандашей, мне там тысячу лет назад нравился только карандаш от фирмы Benefit. Потому что они единственные, кто догадались, что вот эти два продукта должны быть разные по твердости. От карандаша для брови мы все-таки ждем какой-то такой более твердой текстуры. А хайлайтерная часть, ну, в идеале это должно быть такое кремовое, легко растушевочее. Вот, а с тех пор больше что-то, ну, ни один бренд не смог эту идею воплотить. И, к сожалению, бьюти-бомб тоже из этой серии, потому что тут хайлайтер просто какой-то дубовый. Я его уже вроде бы и подточила, даже специально думала, может он подсох сверху, но нифига. Даже после этого подтачивания хайлайтер, хайлайтер по-прежнему остается таким дубовеньким. Нужно немного мне перед карандашом причесать брови, для этого у меня тоже есть новая кисточка, вот такая, выглядящая как зубная щетка. Это у меня от бренда Vivian с собой, из новой коллекции. Поэтому я вначале просто их приглажу в одном направлении, а потом мы попробуем, как такая странная щетка работает вместе с гелем для бровей. Что могу сразу заметить, что это прям натуральная зубная щетка. Они не позаботились о том, чтобы сделать ее, например, чуть поменьше, да, потому что все-таки брови у нас покороче и поменьше пополучше, чем зубы. Но нет, это мне кажется вот прям с одного производства, с одной конверной ленты. Единственное отличие здесь, наверное, в щетинках, и то не факт. Ну, то есть щетинки, они из обычной такой лески состоят. В принципе, наверное, можно взять любую прилично выглядящую щетку, мягонькую, и будет такой же эффект. Давайте теперь перейдем к карандашу. Я давно уже такое ничего не покупала, не знаю, захотелось мне поиграться. Он очень толстенький. Это, мягко говоря, не микропенцл. Но почему бы и нет, что тут у меня рука к нему потянулась. Я еще в этот раз купила масло для губ от Beauty Bomb, ну, из новой какой-то тоже коллекции. И вышла из магнит-косметика. И думаю, как раз сразу я его попробую. Это маслице нанесла на губы. Прекрасно оно пахло, кстати, очень вкусненько. Но мне не понравилось, оно было такое жидковатенькое. Как будто реально какое-то, не знаю, растительное масло наносишь на губы. Немного течет и растекается с контру губ. Но показать его мне не судьба. Потому что сразу же, как я его нанесла, я хотела убрать свою сумку. Рука моя дрогнула. Это масло в закрытом виде упало на асфальт. И все. И мгновенно настала хана. То есть разлетелась на куски просто эта упаковка. И она не подлежит, мягко говоря, восстановлению. Поэтому вроде бы масло неплохое, только жиденькое. И, как выяснилось, достаточно хрупкая к падениям упаковочка. По крайней мере на асфальт. Так, я тем временем нанесла карандашик. Он такой жирненький. Господи, какая нелепая щёточка. Я даже себя чувствую как-то, как бревно мородую. Из-под неё ничего не видно. Но давайте мы проверим, как она работает. В моём косметике не было геля для бровей. Из этой же коллекции. Вот Увен Сабо. Говорят, он очень классный. Но у меня есть продукт, с которого эта идея украдена. Это прозрачный гель для бровей от Анастасии. Он очень классный. Будем надеяться, что Увен Сабо получилось не хуже. И я всегда наносила этот гель обычными щёточками для бровей. Вот таким бревном я никогда не пробовала. Ой-ой-ой, как-то много набралось. Ой-ой-ой. Скажите, кстати, нравится ли вам мода, когда брови просто так стоячие, как здесь у меня получилось, наверх вот так ставят и приклеивают к лицу. Я, если честно, до сих пор не как-то внутренне не смирилась с этой модой. Мне кажется, вот такое приклеивание бровей к лицу какой-то странной идеей. И я обычно, конечно, так никогда не делаю. Сейчас мы посмотрим. Может быть, я ещё заглажу. Вот видите, на эту бровь нанеслось слишком много. И она из-за этого приобретает такой белёсый оттенок. Вот маленькой щёточкой, вот такой, у меня получается больше контроля. И такая оказия у меня случается редко. А вот этой зубной щёткой уже, конечно, орудовать посложнее. Ну, блин, я себя, если честно, чувствую как Брежнев. И мне кажется, это так, ну, как-то не слишком натурально выглядит. Я не удивлюсь, если лет через пять мы будем смеяться над этой модой, вот так приклеивать брови торчком. Поэтому я, наверное, всё-таки чуть-чуть вот так сглажу. Чтобы они как-то у меня поаккуратнее смотрелись. Щётка красивая, золотая, дорого, богата. Но я ставлю, наверное, три из десяти. Это надо очень-очень-очень большие брови иметь в стиле Фриде Кало, чтобы, ну, как-то вам эта вещь пригодилась. Может быть, там, не знаю, лениво маленькой щёточкой прочесывать. А тут раз, два, три и готово. Давайте ещё попробуем, знаете, что сделать ей. Вот для этого, мне кажется, она лучше подойдёт. Это приглаживать ворсиночки вот эти по линии роста волос, бэби-фея и остальные штучки, которые у нас в волосах могут торчать. Для этого даже, наверное, она подходит идеально. Пусть у меня остаётся именно как раз-таки для этой цели. Я уже забыла про хайлайтерный карандаш. Он очень твёрденький, но давайте попробуем его всё-таки вот сюда нанести. Получается какая-то ерунда, конечно же. Но да. Лучше бы они сделали его помягче, какой-нибудь кремовой такой текстуры. Может быть, сразу попробуем уголок глаза. Нет, ребята, и тут тоже не работает. Очень твёрдый. Слабо пигментированный. Туфта. И да, очень жалко, что я на него потратила свои деньги. Но вот, в принципе, сам продукт для бровей имеет место быть. Достаточно быстро с ним брови получаются. Для лица у меня новенького ничего нет. Но давайте продолжим бюджетную тематику. У меня в закромах есть бронзер от Catrice, который называется Sun Lava Glow. 8 грамм, запечённый, в оттеночке 0,10. Есть бронз. Я знаю, что это один из мастхевов компании Catrice. Ну, такой сияющий бронзер. Он реально неплохой. Вот, кстати, именно такого эффекта я ждала от бронзера Huda, потому что у них сама линейка называется Glow. Да? По-моему, Glow. В общем, я из названия подсознательно ожидала какого-то сияния, но, как видно, мы его не дождались. Более того, продукт замыливается. А этот бронзер, он прекрасно просто на лице выглядит. Хорошо растушевывается, пятнами не ложится. Ну, прям красотулькин такой. Избегать его нужно только людям, которые не любят эффекты лёгкого подсвечения. То есть, это не бронзерный хайлайтер. Бывают такие хайлайтеры, просто темноватенькие. Это, ну, лёгкое-лёгкое, еле заметное сатиновое свечение. И я, как человек, который тоже не любит сильно подсвечивающие продукты, скажу, что даже, в принципе, для меня это всё приемлемо. Вот чуть-чуть нанесли, и уже стало красиво. Уже, ну, какой-то более здоровый цвет лица. Для контурирования моего большого отёчного носа сегодня используем Reloie Pro скульптор. Многие ищут какой-то очень светленький скульптор. Вот в Reloie такое есть. Он холодный. Холодный и светленький. Для меня, если честно, даже слишком светленький. Я поэтому им не пользуюсь. У меня оттенок 0,1 Universal. Мне кажется, надо было тройку брать. Здесь всего лишь 5 грамм, но, в принципе, это тоже не проблема. Потому что для какой-нибудь косметички с собой очень даже пригодится, ну, такие небольшие лёгонькие упаковочки. Готово. В общем, вещь очень крутая. Всем советую. Я когда вижу, что я немножечко переборщила своим контурированием, ты могу ещё кистью с пудрой немножечко вот так пройтись, чтобы все свои гранички подтушевать. Ну и давайте, наверное, перейдём к продуктам для губ, чтобы сразу так немножечко преобразиться. И здесь у меня есть два варианта. От Faberlic. Первый – это помада из нюдовой коллекции в оттенке Soft Nude. И она у меня стоила 263 рубля. Мне, кстати, кажется, что это очень классная цена за помаду, потому что здесь вот такая нюдовая упаковочка. И самое классное, что она ещё при всём этом и магнитная. Это всегда-всегда приятно. Давайте мы, наверное, правда, начнём не с неё, а с лайнера для губ в артикуле 40930. Это тоже Faberlic. И тут, видите, какая светленькая-светленькая штучка на наконечнике. Кажется, что это будет просто какой-то серенький непонятный карандашик. На самом деле, это хороший нюдовый оттенок. Вот. Это просто оттенок моих губ. Самый, что ни на есть, натуральный. Ну и давайте теперь перейдём к помадке. Оттенок 40991. И это матовая помадка. И там столько много нюдовых оттенков. Там их, наверное, штук 25. От самого суперсветлого выбеливающего губы до уже такого тёмно-коричневого нюда. Причём, знаете, девчонки, несмотря на то, что это матовая помада, она по губам так легко скользит, как будто это какая-то увлажняющая формула с маслами. Мне единственное, что приходит на ум из моей коллекции наподобие, это помада от Пэтмоград. Они тоже матовые, но при этом ощущаются такими слегка кремовыми. Вот это даже более кремовая помадка. Пахнет какими-то конфетками. В общем, классный вариант. Давайте я ещё сделаю сводч на руку, чтобы вам показать вот это сатиновое свечение. Но его почти нет, оно больше как-то на губах ощущается. Потому что это какая-то формула более масляная. Очень рада этому заказу, как я говорю. Хотя были и провальные продукты от Фаберлик. Я ещё сделаю на них обзор. Но как бы 70% декоративки, которую я заказала, реально показалась достойной и очень даже красивенькой. Ну и переходим, как всегда, к самому интересному. Это глазам. Здесь у меня две новинки от Vivienne Sabo. Давненько я ничего от них не покупала. В последний раз, кстати, наверное, покупала год назад, когда вышла солнечная коллекция в прошлом году. И она мне тогда супер не понравилась. Мне всей коллекции понравился только маркет для бровей. Всё остальное я продала. Но посвотчила в магните. И мне показалось, что в принципе в этот раз получилось неплохо. Мне также ещё понравилось, что упаковка довольно компактная. С ладошку. Но при этом здесь целых 9 оттенков. Стоило в районе 500 рублей. Ну и в довесок я ещё купила вот такие штучки. Похоже на блеск для губ. Во всем параметрам. Но нет. Это такие глиттерные тени на жидкой базе. Причём база реально супер жидкая, супер гелевая. Я даже, честно, не представляю, как это на глаз наносить. Но мы что-нибудь с вами придумаем. Что-то это, видно, должно быть такое фантазийное. Нанесу базу под тени. Мне, конечно, под такие голубые палеточки всегда рука тянется нанести сначала, как подложку, голубой карандаш. Ну или хотя бы что-то такое светлое, золотистое. Да, в данном случае. Под такую вот гамму. Но для чистоты эксперимента мы пробуем сделать это всё на обычную прозрачную базу под тени. И погнали. Что у нас вообще тут имеется? Здесь имеется один глиттерный оттенок. Вот этот вот в уголочке. Он, конечно, очень красиво выглядит. Но это прям сухие-сухие блёстки. Крупные, довольно золотистые вазелине. Не уверена, что это вообще можно наносить на сами глаза. Но, в принципе, вот на эту зону, на щеке, это будет выглядеть прикольно для какой-то вечеринки. Мне также очень понравились здесь сияшки. Они причём такие хлопушками идут. Текстура наподобие текстуры у однушек знаменитых от Берновичей. То есть, влажноватая, с хлопушками. И, в принципе, все три сияшки, которые здесь представлены, они именно такие. Может быть, Vivienne Sabo вычислили завод, на котором Берновичи делают свои сияшки и решили заказать там тоже. Вот эти оттенки. Не очень их, конечно, хорошо видно. Но, мне кажется, поверх теней это будет смотреться очень даже хорошо. Ну и, в принципе, что тут остаётся? Остальное это пять матовых оттенков. В основном такая нюдово-беженькая гамма. Пригодится на все времена. Ну, вот вообще база базой, да? Вот кто бы знал, купить вот такую палетку. И при этом у вас нюдовые макияжи просто обеспечены. И один весёленький оттенок. Это матовый голубой. Ой, он и правда такой весёленький, девчонки. Я как-то от него даже не ожидала. Мне кажется, когда я в магазине сводчила, такой яркости у меня не получалось. А тут даже и на сводчу. Ничего себе! И это интересно. Интересное кино. Надо разбираться. Давайте, наверное, чтобы было повеселее. Начну я как раз-таки с этого матового голубого. Не буду делать уже скучненький нюд. Если захотите, сделаю отдельный обзор на эту палетку, где сделаю два-три макияжа разнообразных. И нюдовые, и яркие. А сегодня попробуем, раз уж это морская какая-то коллекция. Морская вообще какая. Написано Perle de la Mer. Но Mer это, наверное, море. Поэтому, да, морская коллекция. Тем более, тут всякие морские звёздочки нарисованы. Вот. Сделаем верхний веко голубеньким. Очень, кстати, неплохо ложится. Я вот даже особо не набивая. Я, в принципе, рада, какого оттенка удалось добиться. Причём это не на белую подложку, не на синюю подложку, голубую. А просто, считай, на голое веко. Класс. За это мы ставим с вами лайк. Дверная, знаете, не буду я даже мелочиться. Нанесу прям на всё веко. И потом уже буду добавлять глубины тёмненькими оттенками. Ну, и наш синий топпер нанесу просто поверх. Ох, сколько осыпаний, друзья. Это просто как будто фингальчики. Да. Давненько я отвыкла пользоваться бюджетом. У меня таких осыпаний обычно никогда не бывает. Ну, да ладно. Давайте сделаем теперь нижний веко для начала. Нижний веко я сделаю более нюдовым. Поэтому беру вот этот матовый оттенок в уголочке, который поярче. Вот эти два матовых у нас совсем светленькие. Вот. Нанесём его поплотнее. Очень светленький оттенок. Прям нюдовый нюд. Нюдей не придумаешь. Теперь я хочу затемнить свой уголочек глаза вот этим тёмным коричневым оттенком. Собственно, больше-то и нечем. Он самый тёмный здесь. Чтобы немножечко, так сказать, взгляд углубить. И опять-таки пройдусь им по нижнему веку. Ну, пока как-то так получилось. Если честно, мне не очень понравился этот оттенок голубого. Немного похоже на советскую буфетчицу. И давайте теперь выберем, что же всё-таки нанести в качестве главной сияшки. Вообще, мой главный кандидат был вот эта сияха. Можно, в принципе, и золотистую. Ну-ка. Голубая, золотистая. И последняя у нас тут есть розоватая такая история. Знаете, как будто под этот макияж больше всего вот именно золотистый оттенок подходит. Поэтому нанесу его прям щедро на всё веко в качестве топера. Может быть, и вот этот голубой матовый будет смотреться более благородно. И буфетчица наша куда-то уйдёт. Девчонки, как вам? Сияние, в принципе, это неплохое. Придраться сложно. Наверное, хочу я её всё-таки попробовать как можно больше оттенков. Поэтому вот этот фиолетовый мне покоя не даёт. Фиолетовая сияха. Нанесу её по нижнему веку. Ого! Как-нибудь уж пишем макияж. Что-нибудь сейчас с вами придумаем. Вдохновлялись явно наши создатели русалочьим хвостиком. Потому что такие красивые переливы между этими оттенками можно создать. Просто шик! Тут мне ещё однозначно нужна какая-то подводочка. Мне кажется, интересная, чтобы вот эту всю историю объединить. А какая, непонятно. Ладно, осталась у нас последняя сияшка, которую я ещё не использовала. Это вот эта розоватая. И от кисти они, кстати, идут прям хлопушками. Один в один Берномич, девчонки, по текстуре. Но Берномич, мне кажется, чуть плотнее. У них как будто больше вот этого глиттера в составе. А здесь очень много просто вот этой вазелиновой какой-то жирненькой базы. А на глиттере ребята немножко сэкономили. Но и так получается достаточно красиво, как мне кажется, по эффекту. Конечно, этот макияж надо ещё закончить. Остались у меня ещё вот такие блёздочки. Куда бы их приткнуть? Куда мы их приткнуть? Давайте по нижнему веку пройдёмся для начала. Просто вот так поверх. Они очень неплотные. Вообще ничего не заметно. Мне кажется, в дурацкие какие-то тени. Вот даже на руке можно заметить, что вот всё прозрачное. И буквально вот здесь четыре с половиной блёстки плавают. Чтобы как-то это всё заметить на глазу, тут надо, наверное, несколько слоёв сделать вот этой штуки. Да. Не. Вот это туфта какая-то. Не покупайте. Это не тенит. Какая-то ерундистика. Причём настолько они жидкие, что мне кажется, даже если по всему веку их нанести, ничего хорошего не будет. Девчонки, давайте я без вас нанесу уже подводку, тушь. И мы с вами сделаем финальные выводы по сегодняшним продуктам. Ну и вот, друзья, финальный лук. Не могу сказать, что я супер в восторге, но мне может и не сильно идут вот такие голубые оттенки. Всё-таки я тёплая блондинка. Рыжинка. Тёплая блондинка-рыжинка. А здесь холодная гамма. В принципе, палеточка-то неплохая. У меня до этого вообще как-то своё янсобо не складывалось. Уже на протяжении пару лет. У меня была такая палеточка-карта. Я её в Сочи покупала. От скуки вставлю, как она выглядит вот сюда. В общем, мне не понравилось. Я её подарила подружке, как вернулась. Потом, в прошлом году я, как говорила, уже летнюю коллекцию покупала. Тоже ни о чём. И вот это, наконец-то, хоть что-то, что может меня заинтересовать в благовременной перспективе. Классные нюды. Но надо, конечно же, побольше её потестировать. Напишите, интересно ли вам было посмотреть обзор на эту палетку. Или, в принципе, вот такого быстрого обзора достаточно. Могу сказать, что, в принципе, тут всё неплохо. Да, осыпаются. Да, есть один глиттер. Если вам это не нравится, то, ну, наверное, это минус. Хотя, с другой стороны, знаете, на какую-то вечеринку может и прикольно вот так присыпать себя этими блёстками. Почему бы и нет. Давайте другие продукты тоже обсудим. В принципе, 500 рублей она стоит. А если там какие-то скидки вдруг сработают, то вообще супер класс. Что мне сегодня очень понравилось ещё из моих покупок. Это вот такая нюдовая помада от Faberlic. Напомню, номер у неё 4991. На сайте Faberlic всё можно заказать по номеру. За 263 рубля вот такая тоналочка, от которой я в восторге. Пользуюсь ей просто нон-стоп. Мне вот на лето вот такое тонкое покрытие. Самое оно. Такое тонкое, бибишное. Очень похоже, кстати, на покрытие от BB-крема Airborian. Только дешевле в 20 раз. 20? Ну ладно, не тут, наверное, ошиблась в подсчётах быстрых. Но прям значительно дешевле. Там 4000 рублей это стоит, а здесь 273. Так, затем карандаш для бровей от Beauty Bomb. Фигня. Проходим мимо. Ничего особенного. Вот такая щётка для бровей. Выглядит прикольно, но тоже вообще не слишком удобно, если у вас только не супер большие брови. В остальном, мне кажется, этим можно только приглаживать как-то волоски. И то, ну, единственное, да, почему надо купить один с собой, это, может, из золотой ручки. Потому что, в противном случае, абсолютно любая другая зубная щётка сработает абсолютно точно так же. Вот этот карандаш для губ от Faberlic мне тоже очень понравился. Крутой. Советую. Ну, и вот эти блёски, я вот сказала, что их не видно, но потом покрутилась перед зеркалом. Вот видите. Если поймаете определённый ракурс, определённый угол, то их видно. То есть, головой крутишь и раз, и сколько загорится, два, три, четыре. Но это что-то наподобие вот глиттера в жидкой базе. Если вы хотите глиттер, то, пожалуйста. А так вообще абсолютно не плотное нанесение. Ну, вот четыре блёсточки где-то на веки будут вас поблёскивать. Я бы, наверное, не покупала этот продукт и не советовала бы его. Ну, и последнее бронзер-скульптор Sun Lover от Catrice и Reluipro Sculpting Powder. Очень классные продукты. Всем советую. Как говорится, вот такой сегодня был быстрый макияж, быстрый обзор. Хотелось мне снять для вас что-то такое интересненькое, ненапряжное, пообщаться. Расскажите, заинтересовала ли вас вот эта коллекция? Это Винсабо? Хотите ли вы для себя что-то из неё приобрести? А также ждёте ли вы обзор на российский Фаберлик? Я сама не ожидала, что мне так понравится. Но сейчас прям заинтересовалась этим брендом. Как оказалось, у них достаточно много неплохих продуктов. Потому что всё, что я видела до этого в обзорах от других блогеров, это в основном засирание сетевых брендов. Но тут, знаете, не такие цены, чтобы как-то сильно засирать. И вот 70% всего, что я купила, мне понравилось. Чтобы вы понимали, у меня у того же Винсабо удачные покупки намного реже встречаются. Поэтому вот такие у меня новости, такие дела. Большое вам спасибо за внимание. Было очень приятно вас увидеть, услышать. Пишите все комментарии свои. Я всё-всё-всё читаю. А на этом на сегодня всё. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok